Вот они, участники регионального отборочного тура Всероссийской Олимпиады профмастерства. Они представляют разные учебные заведения республики. Светлинский индустриальный техникум, Чуропчинский и Якутский колледж связи энергетики имени Дудкина. Эта Олимпиада проводится с целью выявления самых талантливых студентов, самых способных, самых грамотных, студентов творческих. Сначала участникам нужно было ответить на теоретические вопросы, производственные, по охране труда и технике безопасности. Только потом выполнялись практические задания. Скорость и мастерство, лучший монтаж, аккуратность и безопасность – то, что стремились показать участники конкурса. Свои знания ребята показали по медицине и английскому языку. На задание было очень много уделено внимание именно вариативной части. То есть студенты выполняли не только тестирование, они работали в системе автокад, они работали по переводу технического английского языка, они работали по оживлению робота-тренажера и выполняли задания, связанные с заполнением бланка наряда допуска. Пять из шести конкурсантов – студенты вторых курсов. Они еще не были на производственной практике и многого не знают. Для участия в конкурсе им пришлось ускоренно осваивать программу и посетить немало дополнительных занятий. Второй курс – это такой эксперимент. Я считаю, что удался. Они схему собрали, все собрали. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. Но результат – главный результат. По итогам Олимпиады участникам вручили сертификаты и присудили номинации. Все призовые места заняли студенты Светлинского индустриального техникума. Диплом третьей степени получил Денис Нарбоев. Второе место присудили Дилустану Васильеву. Но победителем стал Алексей Тарасов. Больше всего понравилась мне практическая работа, так как мы собирали схему по ревессирному направлению двигателя. И мне понравилось еще и теоретическое задание, потому что там были очень интересные вопросы. Также и много опыта набрался за все это время. Я волновался очень перед этим днем. Готовился долго. Но как бы не зря тоже готовился. То, что все, что было, понравилось. Уровень мастерства у ребят растет с каждым годом. Они в скором будущем станут востребованными специалистами. А победителя Олимпиады ждет Всероссийский конкурс, который состоится в городе Волгоград. Алексей будет защищать честь республики. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».